Уроки по изучению Библии Он был обратно на небеса и воссел по правую руку от Отца. За это время Он одиннадцать раз являлся разным людям, включая один эпизод, когда Он явился в группе из пятисот человек. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам в пятнадцатой главе в шестом стихе. Потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. «Однажды Он явился одиннадцати апостолам и бывшим с ними, когда все они ужинали за запертыми дверями в конце первого дня недели». Повествование об этом содержится в Евангелии от Луки, 24 глава с 33 по 43 стихи, Марка 16, 14, и Иоанн пишет об этом в 20 главе с 19 по 23 стихи. Именно тогда Он дал им великое поручение, о котором говорит Марк. «И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видимшим Его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка 16, глава с 14 по 16 стихи. В этом поручении Иисус упомянул условия спасения погибших. Всей твари или всем людям для спасения нужно было услышать благую весть, уверовать в нее, креститься погружением в воду. Но здесь Он также говорит и об ужасной альтернативе спасения. Кто не будет веровать, осужден будет. В прошлом проповедник, останавливаясь на этом отрывке, заострял внимание на необходимость донесения Евангелия до всех людей, а также на условиях спасения, о которых сказал Господь. Услышать благовествование, поверить в Него, креститься. Но всем нам не менее важно понимать, что существует очень страшная альтернатива спасению, предлагаемому Господом, осуждения тех, кто не поверит. Иисус учил Иоанна 3, 19, что неверующие уже осуждены. Но слова, приведенные в Марка 16, 16, указывают на то, что в особенности подвергнутся осуждению те, кто слушал Евангелие и не уверовал в Него. Они прокляты уже сейчас, и в конечном счете они получат вечное наказание. Осуждения в настоящем и будущем можно избежать только в том случае, если неверующий станет верующим. На протяжении веков многие поплатились за свое неверие в Божье откровение. Это отличало и израильтян, когда они скитались по пустыне. Мы читаем в послании к евреям в 3 главе с 16 стиха. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? И так видим, что они не могли войти в покой за неверие». Обратите, пожалуйста, внимание на слова «согрешившие» и «непокорные». Они объясняют, почему израильтяне возроптали на Бога. И согрешившие, и непокорные в итоге виновны в одном – в неверии. Вдохновенный автор использовал эти слова, чтобы предостеречь всех нас от той ужасной опасности, которую несет в себе неверие. Неверие опасно для любого поколения. Как же часто именно оно становится запинающим нас грехом, о котором говорится в Евреям 12.1. Разнообразные проявления неверия в наше время показывают, что это прочно укоренившийся грех нашего века, потому что именно неверием вызваны вопиющие прегрешения в жизни людей. Неверие рядится в различные одежды. Это и атеизм, и скептицизм, и безбожие, и движение за отделение школы от церкви, и рационализм, и либерализм, и тому подобное. Но, как бы они себя ни называли, все эти течения имеют одну общую черту – неверие. Под известным термином «религиозный модернизм» сегодня скрывается много неверующих. Модернизм вырос из старого немецкого рационализма, который возник в Германии в прошлом веке, и затем через Ла-Манш попал в Англию, откуда перебрался в Америку. Модернизм – это система неверия, которая превозносит человеческий разум и опыт, беря за основу их, а не Библию. Большинство приверженцев этой системы, которые заявляют о том, что они верят в Бога и христианство, на самом деле верят лишь отчасти. Я имею в виду, что они принимают только те куски Библии, которые не противоречат их современным идеям. Они заявляют, что верят только тому, что считают разумным и обоснованным. Непорочное зачатие Иисуса они считают неразумным и потому отвергают Его. Воскресение Иисуса они считают неразумным и потому отвергают Его. По этой же причине они отвергают все чудеса Библии. Они пытаются дать рационалистическое объяснение чудесам Иисуса. Модернисты отрицают подлинность и лишают своего доверия большую часть Библии. Они не признают вдохновенности Писания и как словом, так и делом отвергают авторитет Божьего Слова. Вот еще одна характерная особенность религиозных модернистов. Они считают себя непревзойденными знатоками Библии. Многие замечательные ученые из среды моих братьев неоднократно спрашивали их, какой такой тайной, особо глубокого познания библейских вопросов вы владеете, которая недоступна нам. Действительно, ведь мы с ними имеем доступ к одним и тем же библейским источникам. Модернисты восприняли завлекательное притязание так называемой высшей критики, которая на деле является просто эффектным названием, под которым скрываются неверующие, чье намерение, по всей видимости, заключается в том, чтобы разрушить веру в Писание. Эти, с позволения сказать модернисты, располагают всего лишь рационалистическим объяснением миссии Иисуса на земле. Они отвергают учения о небесах, аде и искупительной жертве Иисуса на Голгофе. Некоторые из них даже отвергают тот факт, что Иисус был реальным историческим лицом. Подавляющее большинство форм неверия, особенно религиозный модернизм, неразрывно связаны с теорией эволюции, включая эволюцию представлений о Боге. Их христианство является собой концепцию, которая распространяется только на этот мир и ограничивается лишь временем жизни на земле. Она не охватывает жизнь после смерти. Они понимают небеса как счастливую и радостную жизнь на земле, которая наступит, когда будут уничтожены болезни, боль и страдания, войны, голод и т.д. Ад они представляют как страшные условия, созданные человеком на земле вследствие алчности, войн и т.п. Эта конкретная разновидность безбожия скрывается под личиной христианства, что делает ее одной из наиболее пагубных и опасных форм неверия в мире. Сторонники еще одной формы неверия будут яростно воздражать, если вы поставите их в один ряд с неверующими. Эта форма просматривается в отношении многих современных религиозных групп к непреложности Божьего Слова. Новый Завет учит, к примеру, что есть одно тело, но приверженцы той формы неверия, о которой я говорю, противоречат этому учению, утверждая, что есть много тел. Они говорят, что одно тело ничем не хуже другого и что люди могут просто выбрать то, которое им больше по душе, и стать его членом. Павел говорил, что есть одна вера, но сторонники формы неверия, о которой идет речь, утверждают, что вер много, и человек может выбрать себе веру. Это позиция тех, кто заявляет, «Не важно, как вы верите, важно, что вы честный и искренний человек, ибо все мы попадем в одно и то же место, но просто разными путями». Они не приемлют утверждения Иисуса «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус также говорил, «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. Эта разновидность неверия напрочь отвергает ту платформу единства, которую Святой Дух открыл Павлу в послании к Ефессиным, в 4 главе с 4 по 6 стихи. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Что же значит уверовать? Истинно верит в Иисуса тот, кто вынес из Евангелия твердое убеждение в том, что Иисус есть помазанник Божий, спаситель и избавитель, приход которого предрекали еще пророки древности. Евангелие называет Иисуса Сыном Божьим и таким образом определяет Его как Божество. Только Евангелие свидетельствует о том, что Иисус – истинный Мессия, помазанник Божий и Спаситель, который заплатил высшую цену за наше искупление. Павел писал, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что я сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 1 по 4. Например, когда на Пятидесятницу обремененные грехом люди услышали благовествование, они умилились сердцем и вскричали, спрашивая, что же им делать. В ответ они услышали проповедь, сила которой произвела убежденность в их сердце в том, что Иисус есть Христос, которого они распили. Павел говорил римлянам, что вера приходит от слышания Слова Христова. Римлянам 10 глава, 17 стих. Там написано. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Иоанн также писал, что его благовествование было написано для того, чтобы люди уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Но задумайтесь над тем, какой степени должна быть вера, которая ведет к спасению. Это должно быть больше, чем просто убежденность в том, что Иисус есть Сын Божий, помазанный быть спасителем мира. Это глубокая вера в то, что Он исполнит все обещания. Наиважнейшим элементом спасающей веры является безусловная вера в то, что Иисус есть Спаситель и Господь. Где этой веры нет, там вера мертва, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Читаем мы в послании к евреям, 11 глава, 6 стих. Без такой горячей веры в Иисуса, как в Господа, нет той настоящей побудительной силы, которая заставляет отдать Ему всю свою жизнь. Давайте прочитаем послание филиппийцам, 2 главу с 9 по 11 стихи. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В книге Деяний во 2 главе, 36 стихом, написаны следующие слова. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распили». Послание к римлянам, 14 глава, 8 и 9 стих написано. «А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Простого убеждения в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий, недостаточно. Мы должны верить в Него так сильно, чтобы целиком и полностью полагаться на Него, отдав Ему свою жизнь и безоговорочно исполняя Его волю. Иисус говорил, «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7, 21. Заметьте также, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Записано в 5 главе «Послание к евреям», стихи 8 и 9. Те, кто в день Пятидесятницы умилился сердцем и уверовал, не получили спасения, пока не продемонстрировали свою веру в Иисуса безоговорочным послушанием. На их отчаянный крик, «Что нам делать, мужи и братья?» Петр ответил, что им надо покаяться и креститься для прощения грехов, а далее следуют слова Луки. «Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч». Деяние 2.41. Но что же ждет тогда неуверовавших людей? Одной из самых заметных характеристик нынешнего поколения является отсутствие боязни осуждения на вечные муки. Даже те, кто называет себя евангелистами, протестуют против идеи вечного наказания. Один проповедник, который, кажется, выражает мысли многих, во всеуслышание заявил о своем несогласии с учением о вечном наказании грешников на том основании, что любящий Бог не может так поступить. Хотя Бог ясно высказался по данному вопросу, этот, с позволения сказать проповедник, берет на себя смелость утверждать от имени Бога то, что противоречит откровению Божьему, отвергая предупреждение Иисуса и апостолов о вечном наказании, подобные неверующие показывают свое неверие в учение Христа. Неотвратимость конечного суда и ужасы вечной погибели, ожидающие неуверовавших, показаны в многочисленных богодухновенных отрывках, открывающих волю Христа. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, с 41 стиха мы читаем, «Тогда скажет и тем, которое по левую сторону, идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». В другом отрывке написано, «Но по упорству Твоему и нераскаянному сердцу Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам Его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправте, ярость и гнев. Ибо нет лицеприятия у Бога». Послание к римлянам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. В том же послании, в 14 главе, с 10 стиха мы читаем, «Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Также прочитаем 2 послание Фессалоникийцам, 1 главу, с 6 по 10 стихи. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую, вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день Он и во всех уверовавших, так как вы поверили нашему свидетельству». 2 послание Петра 3.7 говорит, «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Читаем в послании Иуды 1 глава 7, 14 и 15 стихи. «Как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. О них пророчествовал и Енох, седьмые от Адама, говоря, «Се, идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Жалкие мольбы о милосердии в судный день не помогут. Иисус говорил, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 и 23 стихи. Неверующие после смерти хотят получить нечто противоположное тому, чего они хотят, живя на земле. Однако Божье Слово ясно учит, после смерти поменять свое состояние осужденный уже не может. К этим страшным словам можно добавить тот факт, что тот, кто живет во грехе и неверии, почти наверняка тянет за собой к погибели и окружающих. Рассказ о богаче и Лазаре, записанный в 16 главе Евангелия от Луки, иллюстрирует подобную трагедию, когда жизнь одного становится причиной погибели других, и при этом невозможно избежать того места, куда попадают после смерти осужденные на муки вечные. Одной из величайших привилегий на земле является возможность услышать благовествование Иисуса и познать Божью любовь и милость, дарованную миру через Его Сына. Узнать из Евангелия о нашем ужасном положении как грешников и о том, что сделал Христос, чтобы примирить нас с Богом своей смертью на кресте, все равно, что получить самое большое и самое богатое из всех сокровищ. Спасение от греха и жительство в Господнем Царстве — настоящая драгоценная жемчужина. Но отрицание слова благодати Его, неверие в Него, влечет за собой самое ужасное последствие — осуждение на вечные муки. А кто не будет веровать, осужден будет. Если основываться на том, что видели мои глаза и что слышали мои уши, я боюсь, что многие из тех, кому была дана привилегия услышать Евангелие благодати Божьей, и кто заявляет о своей вере, на самом деле не верят. Та крохотная вера, которая теплится в их душах, равнозначно полному отсутствию веры, потому что она совершенно бесплодна и мертва. Иаков говорил, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» Иакова 2 глава стихи 17, 20 и 26. Никто не может быть оправдан мертвой верой. Жизненная вера та, что действует любовью, как о ней говорится в послании к Галатам 5 глава 6 стих. Те дела, о которых говорит Иаков и Павел в этих стихах идут от веры. Судьба неверующего это окончательное, безоговорочное и вечное наказание. Книга Откровения 21.8 содержит такие слова «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Прочитаем также из Откровения 20 главы 14 и 15 стихи «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Но не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 2 Петра 3.9 Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, как записано в 1 Тимофея 2 глава 4 стих. Удивительная Божья благодать и милосердие продолжает распространяться на всех. Даже неверующие могут уверовать и избежать наказания грядущего суда. Спасение доступно всем. Божье спасение ничего нам не будет стоить, но чтобы получить его, мы должны уверовать и проявить послушание. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok